Книга «Открытым оком. Тема женщины. Седьмой том. Вопрос 1968. Во многом женщина поставлена в более стесненное положение. А как дело обстоит в проповеди?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Здесь женщина захватила первенство в лице жен Мироносец. И далее вся история ублажает жен проповедниц истины. Правда, им в церкви, то есть в здании храма, недозволено благовестить, а далее нет никаких ограничений. 1 Коринфянам 14.34. «Жены ваши в церквах домолчат, ибо недозволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит». Ее проповедь бывает даже более приемлема, чем от мужчин. Параскева. Память 28 октября. Она начала тратить свое имущество не на украшение своей юной красоты и молодости, и не на роскошную жизнь, но на одеяние ногих, пропитание голодающих, угощение странников. Параскева не обращала никакого внимания на своих женихов, домогавшихся сожительства с нею. Параскева же смело проповедовала перед ними слово Божие и изобличала суету бездушных идолов. Не желая слушать от нее таковых обличений, неверующие граждане схватили ее и предали побоям, а потом вергли в темницу. Нина. Память 14 января. Дни и ночи проводила она в пламенной молитве к Пресвятой Богородице Деве, чтобы она удостоила ее увидеть иверийскую страну, найти и облобызать хитон возлюбленного сына ее Господа Иисуса Христа, сотканный перстами ее, Богоматери, и проповедать святое имя Христа, не знающим его тамошним народом. Когда блаженный патриарх услышал от нее о явлении ей Богоматери и о повелении идти в иверийскую страну для евангельского благовествования, там о вечном спасении, то увидев в этом явное выражение воли Божией, он не усомнился дать юной деве благословение идти на подвиг благовестия. По приказанию светоносного мужа, явившегося Нине и сказавшего ей на ухо три таинственных слова, когда она ночью слезно молилась возле этого корня. Так думают потому, что с этого времени Нина никогда уже не помышляла удалить корень кедра и отрыть гроб Сидонии, равно как не искала и в другом каком-либо месте столь дорогого для нее хитона Господне. Спев Сип, 16 января. Когда блаженная Леонилла вместе со святым Венигном увещевала так своих внуков, благодать Божия проникла незримо в их сердца. С удивлением слушали юноши слова своей бабки, смотря друг на друга и размышляя. И потом все в один голос отвечали ей. Зачем же ты молчала до сих пор перед нами о деле такой большой важности? Зачем в течение столь долгого времени скрывала от нас путь истины и лучезарный свет? Подняв свой взор и благоговейно воздев руки к небу, Леонила возблагодарила Бога за то, что внуки ее начинают познавать истину и с любовью сказала им. Сын мой, а вам отец, который теперь сошел в преисподнюю, не отличаясь ни умом, ни мудростью, настолько был ожесточен сердцем и погружен в мрак нечестия, что не хотел не только веровать во Христа Бога, но даже произнести его святого имени. Какую же пользу могло принести Слово Божие тому, сердце которого всецело было, одержимо злобой неверия? Так что ослепленный идолопоклонством, он и не мог видеть света правды. Только ради него я молчала и не говорила вам о том, что служит к вашей пользе. Я боялась, что он своим пагубным влиянием навсегда отклонит вас от правого пути. Но так как теперь по воле Божией его уже нет на свете, то исчезли для вас все препятствия. Время настало благоприятное. Откройте и обратите к небу свои телесные очи и сердечные. И с помощью благодати Господа нашего Иисуса Христа искорените из своих душ всякую склонность к идолопоклонству, чтобы исполниться через то непрестанной радости. Поле Ксения, 23 сентября. После сего Поле Ксению постигли несчастье. Она была необыкновенно красива. Прельстясь ее красотою, один бесчестный человек насильно похитил Поле Ксению и увез ее в Грецию. На милосердный и всесильный заступник беззащитных и невинных Господь сохранил юную девицу невредимую и не попустил исполниться преступным замыслом нечестивого похитителя. Злой умысел нечестивца Господь обратил даже на пользу Поле Ксении. Плывя в Грецию на одном из кораблей, Поле Ксения слышала проповедь еще другого великого ученика Христова, святого апостола Петра. Благорасположенная к высокому божественному учению Христа Спасителя с живым доверием обратилась она по прибытии в Грецию к покровительству и защите христиан. Большинство жителей в то время было уже обращено в христианство проповедью святого апостола Андрея, первозванного ученика Христа Спасителя. Апостол Андрей на кресте вися говорил, «Не дай поколебаться тем, кои познали и возлюбили тебя через мое благовестие». Святая Поле Ксения сама восхотела проповедовать божественное учение Христа Спасителя. Святой Анисим отправляется на проповедь в Испанию. Святая Поле Ксения с радостью сопутствовала ему на свою родину для благовестнических трудов. Она хотела обратить ко Христу своих соплеменников, еще не просвещенных светом Евангелия. Возвратясь в Испанию со святым Анисимом и с подругой своей Ревеккой, вместе с нею крещеную, святая Поле Ксения ревностно предалась деятельному распространению христианства среди своих единоплеменников. Сестра ее, Ксантипа, также присоединилась к ее благовестническим трудам. Сохранилось сказание, что особенно часто они проповедовали в многолюдном городе Толедо. И так всю остальную жизнь свою. Почти 40 лет святая Поле Ксения посвятилась ему великому подвигу, подавая уверовавшим во Христа пример благочестивой жизни. Плодом сего благочестивого апостольского служения ее было то, что весьма многие язычники в Испании были обращены и утверждены ею в христианстве. Около 109 года по Рождестве Христовом святая Поле Ксения мирно скончалась, до конца земной жизни сохранив девство. Мария Магдалина, 22 июля. А Мария Магдалина с прочими мироносицами, сияющая счастьем и презирая все опасности от неистовых врагов Иисуса Христа, не могли оставаться спокойными на одном месте. И, переходя из дома в дом, от одних учеников Христовых к другим, в чистоте, простоте, глубине и крепости любви к своему исцелителю и учителю, восторженно повторяли несчетное число раз отрадное благовестие. Христос воскрес! Воистину воскрес! И благодатно быстро стало расти из семени самого меньшего из всех зерновых семян огромнейшее дерево Церкви Христовой. Малая горсть искренно преданных Христу Спасителю учеников и учениц, из коих самую ревностнейшую была святая равноапостольная мироносица Мария Магдалина. Восторжествовали на надмедным суемудрием язычества. Владели целыми царствами с их царями и божественное учение Христова пронесли из края в край. Во всю вселенную земли. Деяние 1.8. Повторяя торжественные слова первого благовестия Святой Марии Магдалины. Христос воскрес! Воистину воскрес! После евангельских явлений воскресшего Христа до вознесения Его и после святая равноапостольная Мария Магдалина пребывала с Пресвятой Богородицею и апостолами и была деятельной с поспешницей первых успехов распространения христианской веры сначала в Иерусалиме, но полное усердие, пылкой веры и ревностной любви к благовестию Божию она затем проповедовала и по другим странам, всюду возвещая небесную благодать, радость и спасение всем уверовавшим, спасителям мира Христа воскресшего. Таким образом, ревностную, бесстрашную проповедью о Христе, спасители святая равноапостольная Мария Магдалина с прочими благочестивыми христианами побудила языческого правителя Иудеи письменно засвидетельствовать всемирное событие воскресения Христова пред миром языческим и самого языческого императора, всемирной тогда империи римской, побудила признать величие и божественное могущество Христа Спасителя, облегчив всем этим распространение христианства. Римлянам 28.6. Святой Иоанн Златоустый поучает об этом, что воздавая каждому верующему соответствующую ему похвалу, апостол Павел приветствует святую равноапостольную Марию, как уже много потрудившуюся и посвятившую себя апостольским подвигом. Труды ее, упоминаемые здесь апостолом, были подвигами апостолов и евангелистов, следовательно, равноапостольными. Она служила, добавляя святой Златоуст, и деньгами, и неустрашимо подвергалась опасностям, и совершала тяжкие путешествия, разделяя с апостолами всяческие труды проповедничества. В Эфесе по преданию и свидетельству многих святых отцов и церковных писателей святая равноапостольная Мария Магдалина помогала святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову в благовестнических трудах, оставаясь там до мирной своей кончины. И в Эфесе же она была похоронена. Олимпиада, память 25 июля. Но прошло 20 месяцев, жених умер, и осталась Олимпиада девицей и в то же время вдовою. Она не захотела уже, хотя и достигла совершеннолетия, выходить замуж за другого, но пожелала пребывать в девстве и целомудрие всю свою жизнь. Царь разгневался и приказал начальнику города отнять у нее все ее имение и хранить его, пока Олимпиада не минит 30 лет от роду. Начальник не столько по царскому приказанию, сколько по наговору Елпидия, так обижал и стеснял ее, что она не только в имуществе своем, а даже и в себе самой не была властна. Он не позволял ей не беседовать с богоугодными святителями. Не посещать церковь, добиваясь, чтоб с тоски она пошла замуж. Но Олимпиада радовалась и благодарила Бога. Через несколько времени она написала царю следующее. Ты оказал мне, владыка, царскую милость и поступил истинно по-епископски, приказав другому заботиться и беречь мое бремя, о котором я заботилась сама. Еще большее благодеяние сделаешь ты мне, если прикажешь твоему чиновнику раздать все мое имение церквам, нищим и недостаточным людям, чтобы я избегла суетной славы, раздавая не сама, и тогда не буду пренебрегать настоящим своим богатством, свободная от забот о богатствах земных и скоро погибающих. Царь прочел ее письмо и, размыслив сам с собою, позволил ей опять владеть своим имением. Пороскева, 26 июля. Она раздала имущество свое бедным, приняла иночество и, подражая святым апостолам, стала ходить, проповедуя о Христе. Причем многих язычников обратила к истинной вере. Василиса, 3 сентября. Святой мученице было всего 9 лет, когда ее привели на суд к егемону или правителю некомедии Александру, пред которым эта мученица отраковится. Непорочная невеста небесного жениха так смело исповедала Христа, что все были удивлены благоразумию и свободному разговору ее с мучителем, с которым она вела спор о вере Христовой, как вполне совершенный муж. Тогда правитель повелел бить ее по лицу. Святая траковица возблагодарила за сие Бога. Правитель приказал тогда снять с нее одежду и бить ее розгами. Она воздала за сие еще большее благодарение Господу. Походатаясь своим молитвам святой мученице, правитель Александр, вполне уверовав, в скором времени приставился, исполненный истинного покаяния, и погребен был христианами с честью.